Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня на календаре у нас 16 мая и киевское время 19 часов. Традиционно не дождетесь. Россия пошла ва-банк и проиграла. Ва-банк почему? Потому что сегодня ночью около 3.30 утра российские оккупанты атаковали Украины с трех направлений. Северного, южного и восточного направления. Атака осуществлялась 18 ракетами различных типов. Причем они изгалились во всех отношениях. Все, что можно было придумать, они все придумали. Первое, три направления одновременно. Это для ПВО очень сложная задача. Второе, это были разные типы ракет. Были применены баллистические ракеты, аэробаллистические, баллистические, крылатые ракеты и были применены шахеды, точнее беспилотники. Это второй фактор. И третий фактор, один из немаловажных, это то, что Российская Федерация вот эти пуски ракет осуществила одновременно. Ну, сегодня в Киеве над городом было настоящее сражение. Город не спал несколько часов, грохот стоял неимоверный, потому что ПВО отрабатывало по всем этим целям, которые пришли одновременно. Из 18 ракет было 6 ракет типа аэробаллистических, типа Кинжал. Ну, Россия позиционирует гиперзвуковая, ну, вуаля. И теперь с твердой уверенностью можно сказать, в Российской Федерации нет гиперзвукового оружия. Нет, если тогда был единичный случай сбития ракеты Кинжал, и еще кто-то сомневался, то сейчас 6 ракет из 6 сбито комплексами Патриот, а Патриот сбивает баллистические ракеты. Он, когда он создавался в версии ПАК-3, это противоракетная версия, самая последняя, когда она создавалась, речи о гиперзвуковом оружии вообще не было. Сейчас в Соединенных Штатах начинаются первые испытания гиперзвукового челнока или ракеты. И первый пуск прошел, кстати, успешно вчера. Второе. Было 9 ракет Калибр. Это крылатые ракеты. Ну, с ними у нас проблем нет. Мы с ними знаем, как бороться. Они летели с акватории Черного моря. И было несколько, три ракеты наземного базирования. Предположительно, либо это были баллистические ракеты комплекса С-400, они достают до Киева. Либо это были баллистические ракеты комплекса Искандер-М. У них дальность, я напомню, до 500 километров. Но это обычные баллистические. Все позбивали. Ну, кстати, из разряда невыдуманных историй, Министерство обороны Российской Федерации отчиталось, что они уничтожили комплекс Патриот. Ну, пусть так думают, если им от этого легче. Нам легче от того, что, еще раз повторюсь, 6 кинжалов, 6 из 6 сбитых. Далее, кроме этого всего, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли еще два ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением ракет зенитно-ракетного комплекса С-300. Кроме того, Российская Федерация нанесла 48 авиационных ударов и совершила более 50 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. В основном, огонь ввелся по нашим позициям и по населенным пунктам в прифронтовой зоне, в которой попадают в зону досягаемости этих огневых средств. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Враг не прекращает тактику террора. Я скажу так, что вот эта такая частая периодичность, практически можно сказать постоянная, с постоянной такой устойчивостью Российская Федерация обстреливает нашу территорию, особенно город Киев. Я понимаю, что здесь больше политики, чем войны. Они хотят создать хаос и панику среди населения. для того, чтобы остановить наше контрнаступление. Это истерика в Российской Федерации в плане того, что они уже устали ждать нашего наступления и, соответственно, готовы применять любые способы. Ну, такие, например, как новая мирная инициатива президента ЮАР. Жалко, конечно, и президента, и страну, которую он позорит. Раз он побоялся огласить мирный план свой, значит, он написан в Москве. Значит, там первый пункт прекращения огня и столбления оккупированных территорий. А не вывод российских войск. Потому что наш план четкий и понятный. Вывод российских войск, потом все остальное. Ну, идем дальше. По оперативным направлениям. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На Северском и Словожанском направлениях здесь, к сожалению, продолжаются минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Авиации за прошедшие сутки задействовано не было. Видимо, Брянский урок все-таки дает свои результаты в Российской Федерации. На Купинском направлении, здесь немножко мы разделим. В Купинском направлении противник не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение. Продолжаются локальные бои вдоль всей линии фронта на Купинском направлении. К сожалению, противнику удалось взять под контроль населенный пункт Масютовка. И то там произошла такая ситуация, что они с артиллерией просто засыпали артиллерийскими снарядами, засыпали этот населенный пункт и фактически сравняли его с землей. Его на карте, как такового, уже больше, на местности, точнее, этого населенного пункта, как такового, практически уже сегодня не существует. Поэтому наши войска отошли и они взяли его под контроль. На Лиманском направлении, здесь в течение суток, враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного и провел артиллерийские обстрелы наших позиций. Мы отвечали, вели контрбатарейную борьбу. На Бахмутском направлении, здесь продолжаются бои в самом городе Бахмут и бои на левом, на северном и на южном фланге, возле населенного пункта Бахмут. Парадоксальная ситуация остается. Почему? Потому что вот даже сегодняшнее заявление замминистра обороны Украины Анны Малер о том, что мы освободили на северном и южном флангах от Бахмута, мы освободили более 20 квадратных километров территории. И продолжаем развивать успех. В это время наемники незаконного вооруженного формирования Пригожина под названием Вагнер продолжают штурмовать наши позиции в самом городе. Продолжают пытаться оттеснить наши войска из города Бахмут. К сожалению, они за прошедшие сутки имели успех и продвинулись в районе улицы Ливаневского. Бои продолжаются. Но да, мы фиксируем частичный успех вагнеровцев в этом районе, в районе этой улицы, в самом городе Бахмут. Также продолжаются бои южнее Ивановского. Здесь мы развиваем успех и тесним противника. Но вот в качестве такого яркого эпизода, это наш батальон территориальной обороны разгромил позицию вагнеровцев, точнее, извините, не вагнеровцев, позицию наемников из частной военной компании «Ветераны». Видите, новое название появляется. Вот то, что я вчера говорил, кстати, вот это забыл название. Патриот, я помню, это министерство обороны. И вот эта частная компания «Ветераны» — это тоже министерство обороны Российской Федерации. Они пытаются заменить, набрать новые. Они понимают, что без наемников они не вытянут ни наступления, тем более ни оборону. Потому что регулярные части российской армии не очень-то уже хотят воевать. Уже, я так понимаю, что где-то не за горами вот та ситуация, как в 17-м году. Наплевать, наплевать, надоело воевать. Вот примерно так. Поэтому, видите, уже вторая частная военная компания появляется на самом горячем направлении, где идут самые активные боевые действия. На Авдеевском и Марьинском направлении. Здесь можно объединить. Тут продолжаются локальные бои возле Авдеевки и в самой Марьинке. Противник пытался опять совершить наступательные действия в районе Первомайского с целью обхода и охвата Авдеевки. Но традиционно ему не повезло. Атака была отражена, понес потери и откатился на исходные позиции. На Шахтерском направлении. Здесь за прошедшие сутки враг не осуществлял никаких наступательных действий. Тут идут позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Они пытаются наносить удары по нашим войскам и населенным пунктам. Мы ведем контрбатарейную борьбу и наносим удары по российским войскам. Заборожское и Херсонское направление. Здесь тоже все без изменений. Противник продолжает наращивать оборонительные сооружения в инженерном отношении и наносит огневое поражение нашим войскам, населенным пунктам, как на правом берегу реки Днепр, так и на запорожском направлении, на всю глубину досягаемости своих огневых средств. Единственное, надо отметить, что за прошедшие сутки для нанесения огневых ударов российские оккупанты привлекали авиацию. В остальном ситуация за прошедшие сутки на этих направлениях без изменений. По оккупированным территориям. Ну, здесь не приходится удивляться, голь на выдумке хитрая, поэтому российские оккупанты стараются изо всех сил, помните, да, медицинские учреждения, они полностью переоборудуют в госпиталя, которые заполняются тут же под завязку на всю свою емкость, которую они могут там развернуть. Идет принудительная паспортизация, идет попытка эвакуации, попытка, потому что она проваливается, люди не хотят уезжать с этих территорий. И вот учебное заведение, дошла очередь до учебных заведений, временно оккупированных населенных пунктов, они используют в качестве, в своих целях. Ну, в частности, вот Ясиноватая разведка наша засекла, что в Ясиноватой одна из местных школ города используется российскими оккупантами для размещения личного состава. Они из школы сделали казарму. Причем во дворе школы они маскируют военную технику, а подвальные помещения школы служат им как укрытие. Ну, я думаю, что раз Министерство обороны публикует это в своей сводке, точнее, Генеральный штаб, значит, скоро туда прилетят черные лебеди в виде хаймарсов животворящих. Авиация Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. А также 7 авиационных ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных беспилотников разных типов. Это то, что касается линии фронта. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления войсками, 5 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также состав с боеприпасами. В целом, силы обороны Украины нанесли противнику за прошедшие сутки следующие потери. Ликвидировано личного состава 520 человек, танков уничтожено 3, боевых бронированных машин уничтожено 12, артиллерийских систем 13, беспилотников оперативно-тактического уровня 12 уничтожено, также автомобилей и автоцистерн 14 уничтожено и 3 единицы специальной техники. Вот такая военная ситуация или военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немножко поговорим о военно-политической обстановке, она тоже не менее интересная, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Президент Зеленский, я так понимаю, после своего турне сделал заявление, сказал, что контрнаступление будет, но чуть позже. Украине нужно еще немного времени, заявил Зеленский, для того, чтобы мы должны подготовиться, сказал президент. Поэтому, ну в принципе так и предполагалось, один из сроков наступления предположительно высказывался чуть ли не с началом лета, то есть конец мая, начало июня. Ну а для, я думаю, что для Российской Федерации мы продлим удовольствие в плане ожидания нашего контрнаступления, пусть еще немножко понервничает. Так что продолжаем готовиться и продолжаем ожидать нашего контрнаступления от наших сил обороны. Венгрия. Ну Венгрия пробивает дно за днищем. Я так понимаю, что в Венгрии осталось, наверное, только написать еще заявление на выход из Европейского Союза или на выход из НАТО. Потому что, ну все остальные гадости, которые только можно было придумать, венгерское руководство политическое все-таки их сделало. Венгрия заблокировала 500 миллионов евро из фонда финансирования поставок вооружения для Украины. И, соответственно, транш должен был быть выделен в следующий понедельник, 22 мая. Но Будапешт заблокировал это решение, потребовав гарантий, что Европейский фонд мира не будет использоваться в будущем исключительно для помощи Украине. Вот такую вот заковырку или такое требование опять нашла Венгрия. Ну я так понимаю, что ведь все равно же, неужели не, ну смешно же выглядят, все равно сейчас в Брюсселе соберутся, там же же у Европарламента или у Еврокомиссии даже больше рычагов влияние на венгерскую экономику, вагон и маленькая тележка. И все равно решение будет принято. Ну вот оскандалиться, видимо, для Венгрии это... Мне очень удивительно, почему... Я, конечно, понимаю дешевый российский газ, но вы же забыли Будапешт, который был сожжен советской артиллерией, вы забыли присутствие советских войск на своей территории? Неужели такая короткая память у венгров в отношении Советского Союза, что и такой длительной... Вы считали, что это оккупация, присутствие войск и принуждение Венгрии для участия в Варшавском договоре, для вхождения Венгрии в страны социалистического лагеря. Кстати, Венгрия одна из первых подняла восстание против Советского Союза в 1956 году. Ну, видимо, все забыли. Очень жаль. Следующее. Наконец-то, вот только мы проговорили о том, что где-то там Италия с Францией подзапоздали немножко, и тут новость газета «Ля Стампа» сообщает нам о том, что зенитно-ракетный комплекс «Сам-Ти» или еще он имеет название «Мамба» это итало-французский ЗРК, полный европейский аналог «Петриота», доставлен, уже доставлен в Украину. Вместе с ракетами, и я так понимаю, что еще через день-два мы услышим от наших представителей воздушного командования сообщение о том, что он заступил на боевое дежурство и где-то, и закроет еще кусочек нашего неба. Кстати, он точно так же будет бороться с теми же баллистическими ракетами «Кинжал», как и комплекс «Петриот». Они абсолютно аналогичны. Разница только в производстве и в каких-то небольших технологических нюансах. Далее, Украина рассчитывает на получение 40-50 истребителей F-16. Это позволит сформировать 3-4 эскадрильи для защиты нашего неба, сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По результатам, ну в принципе, я так и предполагал, потому что по результатам ТРН мы вчера с вами разбирали, я сказал, что на мой взгляд, коалиция, истребительная коалиция, о которой говорил президент Зеленский, она все-таки создана, что самолеты дадут не, допустим, не завтра, но послезавтра точно дадут. Так вот, видите, даже уже четко обрисовалась цифра, сколько же самолетов мы хотим получить, ожидаем получить. И я так понимаю, что мы, наверное, получим это количество самолетов. Почему? Потому что, я напомню, что в Соединенных Штатах готовят наших пилотов из 1 октября, то есть нового финансового года, на 23-й год заложено 100 миллионов в военном бюджете США на подготовку наших пилотов на американских самолетах. Ну, мы предполагаем, что это речь идет об F-16. Великобритания заявила о том, что они адаптируют программу и будут готовить наших пилотов на западные образцы авиации. Ну и вдогонку в Великобритании заявление сделал Эммануэль Макрон, президент Франции. Он сказал, что обучение украинских пилотов во Франции может начаться уже сейчас. Ну вот, Франция и Великобритания, не знаю, будут исключительно на F-16 или, может быть, на свои, на те же, которые в Мираже, может быть, Рафаэл. Ну, Рафаэл меньше вероятности, хотя я не исключаю. Также президент Франции, кстати, еще порадовал своим сообщением о том, что Франция даст Украине крылатые ракеты. Точно так же, как в Великобритании. Так что крылатых ракет будет у нас больше. И не только Британия будет ее поставщиком, но и Франция. Франция дает ракеты Scalp AG. Ну, пусть вас название не вводит в Амману. Дело в том, что это тот же самый ракет, это Storm Shadow. Только эта Scalp, она называется во Франции. Это, кстати, совместная разработка в Великобритании и Франции. И в Великобритании она называется Storm Shadow, а во Франции она называется Scalp AG. Поэтому мы просто получим эти ракеты. Ракета, кстати, опять же, из невыдуманных историй Министерства обороны Российской Федерации отчиталось, что они сбили шесть ракет Storm Shadow в районе Луганска. Ну, скажу так, что все ракеты, которые были выпущены по объектам в районе Луганска, достигли своей цели. А выпускались, как по заявлениям нашего воздушного командования, именно ракеты Storm Shadow. Еще хочу сказать, что надо отметить, точнее, что ракета Storm Shadow создавалась с учетом технологии Stealth. Кстати, если вы даже визуально посмотрите на фотографии этой ракеты, то она имеет не круглый корпус, а она имеет квадратный корпус, прямоугольный корпус с округленными углами. Даже эта особенность, внешняя особенность, радикально или кардинально ее отличает от каких-либо других ракет. И она относится к классу малозаметных ракет. В Российской Федерации нет систем ПВО, которые способны увидеть ракету Storm Shadow. Так что... Ну, Министерство обороны России, как всегда, рассказывает сказки. Патриот они уничтожили ракетой кинжал, которая была сбита тем же Патриотом, не долетев до него. Ракеты Storm Shadow 6 штук они уничтожили, их всего там было выпущено, по-моему, меньше, чем 6. 3 в первый день, первый удар, и, по-моему, 2 во второй. 5 ракет было выпущено всего по объектам в районе, по военным объектам в районе Луганска. А уничтожили аж 6 штук. Ну, видимо, им так легче. Украина присоединяется, в Таллине находится штаб-квартира, центр НАТО по вопросам кибербезопасности. И Украина официально присоединилась к работе, к этому центру. Мы теперь являемся полноценным членом этого центра и будем строить совместную систему кибербезопасности с странами НАТО, в составе вот этого единого центра НАТО по вопросам кибербезопасности. Вчера в штаб-квартире этой организации или этого подразделения НАТО, так правильнее будет сказать, в Таллине, перед зданием штаб-квартиры был поднят флаг Украины. Добавили еще один флэшток и официально подняли флаг Украины. Так что мы полноценный член центра кибербезопасности НАТО. Далее. Наши танки, обещанные Абрамсы, уже в Европе. Об этом официально подтвердил Пентагон, о том, что все Абрамсы, которые предназначаются для передачи Украины и на которых будет проходить обучение наши танкисты, уже находятся на территории Европы. В частности, они прибыли в Германию, будут размещаться на одной из НАТОвских баз, и туда же в ближайшее время прибудут наши военнослужащие, танкисты, экипажи этих танков, которые будут проходить обучение. И Соединенные Штаты планируют летом, к концу лета планируют передать нам эти танки уже с подготовленными экипажами. Вот такая вот новость от Пентагона. Ну и еще ЦРУ, ЦРУ, Центральное разведное управление США, сделала в Телеграме, в Телеграм-канале, точнее, запустила Телеграм-канал и развернула кампанию по вербовке граждан Российской Федерации, которые желают, ну, во-первых, против режима Путина, желают, там сказано, и будет и вознаграждение рассматриваться. Так что ЦРУ начала открытую вербовку российских граждан через Телеграм-каналы. Ну, это точно так же, как чат-боты вот эти «Хочу жить», «Еба Вовна» и другие, которые создавались в том числе и нашими кибервойсками. Это уже как бы официальный род войск в составе вооруженных сил Украины и других развитых стран. Ну, а здесь спецслужба США, одна из самых мощных и развитых разведок, открыто объявляет конкурсы на вербовку граждан Российской Федерации, которые готовы поработать в пользу Соединенных Штатов и будущего России без диктатора Путина. Так что ищите Телеграм-канал, отправляйтесь, регистрируйтесь и дальше отвечайте на вопросы и вступайте в контакты. Ну, и вот интересная новость по перепалке по Пригожину. Он продолжает делать свои заявления, где-то сильно громкий, где-то не очень. Я бы сказал предположение, что он таким образом пытается сохранить свой политический вес, вот, а с одной стороны, с другой стороны он пытается заставить военное командование взять на себя часть ответственности или всю ответственность по провалу операции Бахмут, вот, захвата города, то, что они не выполнили распоряжение Путина, а взять этого города, сколько там, уже, кстати, дедлайны даже не назначаются. После 9 мая, я так понял, что никакие дедлайны больше уже по Бахмуту не назначаются. Так вот, Пригожин своими заявлениями уже достал всех и Кремль готовит целую программу по дискредитации Пригожина, для того, чтобы постараться ему закрыть рот. Ликвидировать они его, скорее всего, не могут. Это я вам рассказываю выводы Института изучения, Американского института изучения войны. Ликвидировать они его не могут. Почему? Потому что они боятся, что вагнеровцы разбегутся. Разбегутся, как зайцы с оружием, а имея боевой опыт, не перестреляют кого угодно. Ни один заградотряд их сегодня не остановит. Помните, я вам говорю, что у Пригожина есть козырь в рукаве, он может сказать, что, ребята, уходим. Уходим огородами и, поверьте, завтра никого не найдут из этих вагнеровцев. А ловить их сегодня по всей территории оккупированной Украины, оккупированной части Украины и по территории Российской Федерации никто в нынешних условиях не будет. Тем более, они не числятся уже как зэки. Их колонии уже сразу списывают. Как только они подписывают контракт, их в колонии, я вам рассказывал, их вычеркивают, и они уже там не числятся как заключенные. Все. У них де юра у них они уже граждане России свободные. То есть, ну, я не знаю, как там документально амнистируют их или нет, думаю, что тоже, да, есть у них какая-то бумажка. Но в любом случае за ИТК они уже не числятся. И ни в розыск их никто объявлять уже не будет. Разве что, а Министерство обороны не может их объявить как дезертиров, потому что они не входят в его состав. Ну вот в чем смысл? Зацепился Кремль за публикацию газеты Вашингтон-Пост, где американское издание опубликовало на основе вот этого слива секретной информации, который произошел месяц назад, даже уже больше, они опубликовали материал, что еще в январе месяце Пригожин готов был, выходил на контакт якобы с нашим главным управлением разведки Украины и Министерства обороны Украины и предлагал обмен, что наши войска выходят сдают Бахмут, а Пригожин сдаёт позиции российских войск. Вот такой вот обмен. Так вот, Кремль готовит целую информационную кампанию против Пригожина и будут пытаться его обвинить в государственной измене, в предательстве точнее. Ну, это в принципе одно и то же. Вот, практически одно и то же. Так что, посмотрим. События перестают быть томными и вокруг Пригожина начинает разворачиваться вот такая вот интересная свистоплясовка. С одной стороны, пока вагнеровцы воюют в составе на самых горячих участках и является самой мотивированной частью российских войск в Украине, они его убрать не могут, физически устранить не могут. Но рот ему закрыть тем, что повесить на него ярлык предателя, они постараются. Ну, об этом уже, видите, написал институт изучения войны. То есть, эта новость доступна уже всему миру. Все уже знают о следующем шаге Кремля. еще одна такая интересная опять же связанная с Вагнером перепалка. Помните, генерал Соболев вчера давал такую новость, что он пригрозил. Я еще высказал предположение, что это закрытие очередного канала поставки живого пушечного мяса для вагнеровцев. Когда генерал Соболев, он депутат Государственной Думы, и он высказал строгое предупреждение, что кто из мобилизованных подпишет контракт с вагнеровцами, тот может получить от 10 до 15 лет за самовольное оставление части, за дезертирство. Или будет считаться предателем. Оставайтесь типа в своих частях и служите там. И я сказал, что после зэков это второй был источник, откуда Вагнер мог питаться брать личный состав для пополнения потерь. Очень больно это ударило по вагнеровцам, потому что сразу же появилась ответка. Вчера группа вагнеровцев записала видеообращение, пригрозили генералу этому, пригрозили жестокое расправа, изнасилование, что они его изнасилуют. Генерал испугался и сегодня дал уже задний ход. Вот страна бандит, понимаете, они разговаривают друг с другом только угрозами. И даже средства массовой информации Российской Федерации используют для описания этой ситуации такой же бандитский жаргон. Что ж ты, фраер, сдал назад? пишет российские издания по поводу этого генерала. Генерал сказал, нечего с ними связываться. Когда его спросили, как вы прокомментируете то, что в ваш адрес прозвучали угрозы от вагнеровцев, что вас изнасилуют. Вот, и он сказал, ну, он, пасашок, вишенка на торте это выздоровевший, так скажем, Лукашенко, который появился на людях в военной форме. и мало того, что он там, как всегда, в военной форме, он там едет в войска, показывает там высочайшую готовность или подготовку к боевому применению своих войск, любит он это, но он специально или не специально он сдал Российскую Федерацию. В чем сдал? Ну, позавчера, помните, в Брянской области там пять бортов упало, три вертолета, два самолета. Так вот, российские масс-медиа полностью замолчали эту тему, подчистили все паблики, позакрывали всем рот и официально Российская Федерация, Министерство обороны признала падение одного вертолета в результате возгорания двигателя. То есть, якобы техническая неисправность. Про четыре других борта, то есть, еще два вертолета и два самолета, они вообще промолчали. Как будто этого ничего и не было. И то, что вертолеты уникальные, там, Рэбовский, ничего. И тут выходит Лукашенко и говорит, вот, вчера случилось в Брянской области четыре российских борта были сбиты, и поэтому сегодня войска ПВО Беларуси уже несколько суток находятся в повышенной боевой готовности и в субботу он перевел их в готовность номер один. То есть, ракеты уже расчехлены и все РЛС включены в готовности поражать любую цель появившейся. И он сказал, что он будет проводить учения с силами ПВО страны. Ну, это может быть теперь что делать Российской Федерации, если Лукашенко сказал, и это прорастиражировали российские средства массовой информации, что оказывается четыре борта было сбито позавчера в Брянской области, поэтому в Беларуси проведены учения и средства ПВО обучены не сбивать своих. Видимо так имелось ввиду, потому что я вам вчера говорил, что одна из версий это friendly fire, то есть дружественный огонь. То есть ПВО Российской Федерации могло по какой-то причине открыть огонь по своим летательным аппаратам. Ну что ж, вот такие военные новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. На этом мы первый раздел видео о военной и военно-политической обстановке закончим. Я по традиции делаю паузу, как обычно. Спасибо за предложение прислать чай по новой почте. Ну, он есть, просто тогда не успели его заварить. Поэтому, но все равно спасибо. Я делаю паузу. Кто не подписан, как всегда, приглашаю, подпишитесь на мой канал. Не забудьте включить уведомления о новых видео. Смотрите, комментируйте и задавайте вопросы под видео только на моем канале. На других ресурсах я не читаю комментарии и не естественно не отбираю вопросы для нашего с вами для ответов и для нашего с вами обсуждения. Ну и те, кто смотрит это видео, просьба поставить ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет очень такой животрепещущий вопрос, который нас довольно сильно волнует. Добрый день! Передача Франции оружия Армении равносильно как если бы передача оружия Российской Федерации, то есть повстанцам ЛДНР для борьбы с Украиной. Это прямая эскалация конфликта на фоне переговоров о подписании мирного договора. Вы согласны с этим? Или практика двойных стандартов может быть применена и здесь? Мол, крымчане с русскими паспортами и военными в корне отличаются от жителей Нагорного Карабаха с армянскими паспортами и армянскими военными. И там, и там есть сотни тысяч беженцев среди коренных жителей украинцы и азербайджанцы. Надеюсь в следующем выпуске услышать ответ мнения. Иначе не ясно откуда вы берете вопросы для рассмотрения. Подписан на канал Слава Украине. Я думаю что к сожалению я предполагаю что будет применена политика двойных стандартов в плане того что Франция даст оружие. Вот они нам пообещали видите ракеты дают и летчиков готовы подготовить но я уже вам сказал у меня есть выписано по по датам какие кто какие делал заявления какие документы подписывал там за последние три месяца Франция видимо решила сыграть в свою игру на Кавказе и даже может быть каким-то образом подменить Российскую Российскую Федерацию а может подыграть Российской Федерации потому что Россия сегодня не может выполнить просьбы и требования Армении в плане увеличения количества миротворцев в плане предоставления необходимого вооружения для армии Армении и так далее а тут Франция захочет получить рычаг воздействия на Турцию и Азербайджан это может быть сложная такая многоходовка но я вполне не исключаю такой вариант то есть применение двойных стандартов со стороны особенно со стороны президента Франции он очень большой любитель вот таких он с нами говорит о мире потом и неотвратимости нашей победы и поддержки Франции потом идет в кабинет поднимает трубку и звонит Путину и пытается с ним тоже договориться о том что продвижение идей Кремля в плане урегулирования конфликта вот вам яркий пример так что здесь может быть то же самое здравствуйте подскажите пожалуйста что за взрыв невиданной мощности был в Мельницкой области 14.05 на наш склад или такие попали в один из радиоактивных могильников официальной информации до сих пор нет а любое упоминание о данном взрыве тщательно подчищают из разных групп и чатов интересно ваше мнение спасибо за ваш комментарий я не видел чтобы что-то подчищали я прочитал о том что это был склад например на цензор нет у Юрия Бутусова что это был военный склад судя смотрите во первых давайте начнем с того что в Хмельницком нет никаких могильников не выдумывайте ерунду и не разгоняйте панику это первый момент второй момент я там читал в комментариях пишут что гамма альфа излучения гамма излучения люди сегодня дозиметров радиоактивной под дозиметров радиации на руках бытовых полупрофессиональных полупрофессиональных миллион выйдите померяйте никакого изменения радиоактивного фона в Хмельницком нету и там никогда не было ПРТБ где хранились ядер да там стояла ракетная дивизия в советское время в Хмельницком стояла ракетная дивизия 43 ракетной армии которая была расформирована после развала Советского Союза и все шахтные пусковые установки были засыпаны методом обрушения вот а техникой вооружения было что-то вывезено что-то передано потом там была первая ракетная дивизия вооруженных сил Украины но Украина без ядерной державы у нас не было ни одного ядерного боезаряда если я не ошибаюсь то ближайшая ПРТБ передвижная ракетно-техническая база которая хранила ядерные боеприпасы находилась по-моему в Белокоровичах ну где-то в районе Емельчино где-то там находилась это она еще с советских времен там была но в Хмельницком никогда не было в Хмельницком единственное что было это были контейнеры с учебными головными частями для тренировки расчетов пусковых установок как мобильных так и шахтных вот и все больше больше не поэтому не выдумывайте да взрывы были большой мощности да их было несколько скажу что это что-то взорвалось очень большое очень большое но это фугасный взрыв ни на какие там даже не выдумывайте там про тактическое ядерное оружие нет нет это обыкновенный фугасный взрыв но большой мощности ну например это могло быть это предположение могло быть допустим, ФАП-1500 или ФАП-2000 авиационная бомба, фугасная авиационная бомба, может быть я не знаю, что хранилось на этих складах военных, какова их номенклатура но это военные склады, они там еще с советских времен, что на них хранилось знает только Министерство обороны вот, поэтому вот вот что произошло, судя по мощности и по характерам взрыва, кстати, детонации там боеприпасов тоже не было потому что в этом случае идет огромный разлет, кто не верит, рекомендую погуглите видео, как горела Балаклея как горела Калиновка Лазовая, у нас с вами гигантский опыт, 5 складов и арсеналов сгорело в Украине, за 8 лет между первым этапом и вторым этапом этой войны российско-украинской мы все специалисты, мы знаем здесь были чистые взрывы без разлета не сдетонировавших там боеприпасов и всего остального тем более, что и осколков нет значит, что рвалось что-то вот сколько было взрывов столько единиц взорвалось тех предметов, которые может это инженерные фугасы были тоже есть такие они тоже огромные большие по размерам для уничтожения там каких-то объектов применяются в Советском Союзе такие любили гигантские размеры и большой мощности заряды так что, вот такое вот мое мнение здравствуйте подскажите, пожалуйста если дрон-разведчик определил близко подлетел к местоположению противосистем ПВО сколько времени есть на сбитие чтобы потом не прилетел ударный дрон или ракета для уничтожения ПВО и как именно и как быстро может оператор-разведчик определить местоположение средства ПВО спасибо за ответ смотрите если прилетел дрон-разведчик и вы его засекли то у вас есть несколько минут для того чтобы сняться со стартовой позиции и переместиться в другое место при этом естественно постараться сбить дрон дело в том что дрон-разведчик определяет координаты сразу он летит с привязкой к местности и с помощью GPS системы GPS-навигации он сразу же определяет координаты цели время подлета дрона ударного или ракеты для поражения этого объекта будет зависеть от удаления средства огневого поражения то есть пусковой установки дронов или пусковой установки ракетного комплекса который будет наносить удар по этой системе ПВО так что дрон-разведчик определяет координаты сразу же мгновенно в режиме онлайн а время обратки или прилета ракеты или дрона зависит от его удаления вот вот такая вот ситуация здравствуйте есть вопрос каким образом в случае масштабного наступления наступает ствольная буксируемая артиллерия САУ все понятно они на гусеницах или колесах а с буксируемой скорее всего неудобно дякую слава Украине я имею ввиду про скорость и мобильность нет почему я служу и учился основу Кмельницкое училище оно было широкого профиля но специализировалось в основном на буксируемой артиллерии поэтому никаких проблем нету кстати буксируемая артиллерия на марше намного быстрее чем гусеничная и по проходимости все зависит от артиллерийских систем и тягачей вот например такие системы как 2.36 гиацинт или 2.65 мстаб у них изначально допустим штатный тягач КамАЗ КамАЗ ее не тянет сразу скажу с боекомплектом он бедняга грузнет и все а вот КРАЗы тянут если на КРАЗах довольно быстро 8 человек расчет отбой проводится там полторы две минуты и дальше цепляют за тягач и поехали так что тут все зависит от обученности расчетов и ствольная артиллерия точнее буксируемая артиллерия она не уступает самоходной артиллерии единственное что самоходная быстрее конечно же быстрее и мобильнее разворачивается допустим с марша по неплановой цели они это отрабатывают самоходка в боевое положение приводится там минуту полторы орудия там до 4-5 минут в зависимости от артиллерийской системы буксируемая приводится в боевое положение плюс у самоходки боеприпасы находятся в боеукладке и она сразу же остановилась привязка ориентирование орудия снаряд за удержник и САУ готова к ведению огня дайте данные для стрельбы она откроет огонь а буксируемая надо заехать выбрать площадку заехать развернуться привести орудие к бою выгрузить боеприпасы из тягачей хотя иногда даже я знаю что наши артиллеристы научились даже стрелять с кузова то есть подача боеприпасов без выгрузки на грунт для уменьшения времени пребывания на огневой позиции поэтому по скорости и мобильности то конечно буксируемая артиллерия прицепная артиллерия отстает от самоходной но в общем при наученности расчетов может самоходной может потягаться пояснить будь ласка попередній раз поведомлялось про збиту ракету кинжал а як про щось надзвичайно і ледь не випадково але сьогодні вже поведомляють про 6 збитих таких ракет як таке може бути адже раніше це вважалося нереальным дуже вдячна за роз'яснення ну ответ я уже дал в принципе можете вернуться в военную обстановку в самом начале этого видео я дал ответ что скорее всего с учетом того что комплекс Patriot версия ПАК-3 та которая у нас то есть противоракетная версия разрабатывался тогда когда о гиперзвуковых ракетах мы только начинали мечтать и у него в ТТХ не заложена борьба с гиперзвуковыми ракетами по идее он не должен ее успевать отработать а он отработал на 100% 6 из 6 то ракета Кинжал она просто обыкновенная баллистическая ракета сверхзвуковая да баллистическая да но гиперзвук нет так что России просто либо придется признать факт что у них нет гиперзвукового оружия ну они конечно же промолчат скажут что это фейки все у нас есть и все летает смотрите она ничем не отличается эта ракета они взяли ракету эскандер баллистическую ракету комплекса эскандер м поставили ее на самолет миг-31 сделали систему управления сброса этой ракеты и пуска ее в воздухе и получается дальность этой ракеты когда она на пусковой эскандера 500 километров а дальность этой ракеты когда она на борту миг-31 сразу увеличит до 2000 за счет того что самолет миг-31 это кстати старый советский истребитель перехватчик он тяжелый его создавали для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами кстати я спрашивал летчиков они говорят что ракета эскандер на миг-31 это все равно что к автомобилю феррари прицепить прицеп от жигулей и потом участвовать в гонках за первое место в скоростных гонках точнее вот это примерно то же самое так ну так описывают летчики вот что это вот видите Россия даже не в состоянии сделать самолет носитель новый современный они взяли старый советский миг-31 вот так вот миг разгоняет ее там до 3 с чем-то у него 3,2 по-моему маха максимальная скорость он разгоняет эту ракету на этой скорости он ее сбрасывает она включает маршевый двигатель и уже имея скорость там больше трех махов разгоняется еще за счет своего двигателя так вот на активном участке некоторые эксперты говорят что на активном участке когда работает разгонный двигатель ракеты кинжал она может достигать гиперзвуковой скорости то есть 7 где-то там 8 махов но потом она делает горочку и начинает снижаться вниз и при этом скорость постоянно падает за исключением конечного участка траектории да кстати разгонный двигатель работает там буквально несколько десятков секунд после чего он тухнет и дальше ракета летит строго по баллистической траектории то есть в силу вступает баллистика которая основана на математике поэтому комплекс Patriot видит ее как баллистическую ракету огромной скорости она не гиперскорость она не 100% не обладает комплекс успевает ее засечь обработать и выпустить противоракету кстати для борьбы с такими ракетами используется так называемое зенитное бревно то есть баллистические ракеты комплекс Patriot сбивает ракетой без взрывного заряда то есть головная часть это болванка и сбиваются эти баллистические ракеты за счет прямого попадания то есть вот это вот зенитное бревно оно бьет в ракету и тем самым сбивает ее с траектории за счет кинетической энергии противоракеты кстати называется кинетический кинетический этот ловушка по-моему называется как вы думаете взрыв в Мельницке повлияет на украинское наступление ну каким боком он повлияет у нас этих взрывов если мы возьмем все взрывы которые произошли в результате ракетных ударов или ударов дронами камикадзе по территории Украины то что-то повлияло где-то на ведение боевых действий но в основном это очень маленькая доля влияния а взрыв в Мельницком тем более не повлияет на наше контрнаступление так что не переживайте кто дает приказы на бомбежку наших городов а именно когда куда какими ракетами спасибо Ирина смотрите приказ отдает Путин особенно что касается допустим Киева или крупных городов миллионников то это я так предполагаю что это должно быть распоряжение верховного главнокомандующего то есть Путина Путин ставит задачу Министерству обороны кошмарить города миллионники или допустим вот как сейчас наверняка отдан приказ кошмарить столицу довести столицу до хаоса и паники и в принципе если бы не наша система ПВО и ПРО то ну вот представьте 18 ракет летело и они бы они бы долетели хотя бы половина 9 взорвались бы в Киеве чтобы это было да как бы как бы после там десятка таких атак а таких атак было несколько десятков за всю войну да там под сотни уже мы там тысячами часы воздушных тревог уже считаем в Украине в отдельных городах ну в Киеве в частности вот так представьте конечно бы население население этих городов говорило бы да давайте лучше плохой мир чем хорошая война вот это главный принцип поэтому этот такой приказ отдает Путин что касается вот остальных этих массированных ударов то цели распределяет генеральный штаб они определяют и приказ на нанесение массированного удара непосредственный приказ отдает Герасимов начальник генерального штаба и сегодняшний он командующий командующий группировкой войск в Украине вот так как воздушно-космические силы это они подчиняются министру обороны ну и начальнику там есть административное и оперативное подчинение так вот начальник генерального штаба управляет этими войсками оперативно то есть в ходе ведения войны ниже его никто не может отдать командующему воздушно-космическими силами России приказ на боевое применение стратегической авиации так что Герасимов подписывает вот этот приказ цели распределяет генеральный штаб что касается стратегических целей таких как допустим города-миллионники или столица нашего государства Киев это распоряжение отдает Путин вот вам конкретные фамилии кто отдает какие приказы кстати что такое кинетический перехватчик в системе Патриот прочитала что без него нельзя сбить ракеты кинжал нет не то что нельзя сбить баллистическую ракету нельзя сбить я уже рассказал что такое кинетический перехватчик это ракета без у которой в головной части нет взрывчатого вещества она не взрывается эта ракета она болванка еще называют зенитное бревно эту ракету вот и она сбивает баллистические ракеты за счет прямого попадания то есть она ее таранит просто-напросто таранит сегодняшние технологии вот этих противоракет вот этих кинетических перехватчиков настолько высоки что дают возможность маневрировать ракете и попадать точно в цель система просчитывает точку встречи баллистическая ракета летит по баллистической траектории это математика параболу высчитывают и определяют точку встречи ракету засекает РЛС система считает ее скорость просчитывает ее траекторию знает уже сразу где она должна упасть куда она летит соответственно зная возможности системы она определяет что точка встречи и пускает противоракету в случае с баллистической ракетой она пускает вот эту болванку ракету с болванкой которая просто ее таранит сбивает с траектории за счет удара происходит разрушение баллистической ракеты она не взрывается как правило от такого удара не детонирует но может воспламениться потому что взрывчатое вещество как правило горит вот имеет горючие свойства поэтому мы наблюдаем картину падающей горящей ракеты то есть но она сбита с траектории она уже никуда не летит она просто падает и догорает и эти обломки разлетаются ну получается от двух ракет от противоракеты вот этой вот зенитного бревна и самой баллистической ракеты вот таким вот образом если же допустим система определяет крылатую ракету то по ней пускается ракета другого типа которая имеет взрывчатое вещество и которая поражает крылатую ракету не путем прямого попадания а путем неконтактного сбития то есть она противоракета подлетает к цели и взрывается рядом с ней и вот это вот шквал осколков который образуется при взрыве противоракеты он делает из крылатой ракеты делает просто решето и она падает получает повреждения падает дрон крылатая ракета вот таким вот образом сбивается а батарея Петриота заряжается ракетами разных типов есть контейнеры с ракетами которые кинетический перехватчик есть контейнеры с ракетами на разное одна пусковая заряжена такими противоракетами другая другими неконтактными противоракетами вот и вся разница все это все это срабатывает за доли секунды в автоматическом режиме операторы в основном вот когда идет такая массированная атака как было сегодня ночью когда там грохот стоял как с пулемета стреляли это все в автоматическом режиме система сама определяет ловит цель определяет точку встречи дает команду на пуск там время реакции 8-10 секунд с момента появления цели на радаре системы патриот до момента выхода противоракеты проходит 8-10 секунд то есть реакция практически мгновенная все производится в автоматическом режиме и за счет вот таких современных технологий вероятность сбития практически 90% и более дайте вид поведеть чему на немецких танках леопард немает динамичного захисту як на наших потому потому что броня леопарда достаточно прочна и выполнена в таком в таком варианте что немцы считают что этого хватит для того чтобы сдержать кумулятивные и бронебойные снаряды которые применяет противник плюс не забудьте геометрия леопарда геометрия наклон углов наклона листов брони обеспечивает наилучший вариант их наклона при встрече с боезарядами поэтому он не имеет там используется многослойная композитная броня в более современных версиях используется уже даже и броня из обедненного урана но на этих танках поэтому нет необходимости добавлять еще активно реактивную броню чему же ракета ППО скажем комплексу Патриот перехопыты иншу вооружую ракету ППО чтобы не дозволить сбытый наш летак нет к сожалению такой функции не предусматривает ни одна система ПВО почему потому что во первых надо комплекс располагать так чтобы зона действия вражеского ПВО и зона действия нашего ПВО пересекались чтобы наше ПВО видела как пускает ракеты вражеское ПВО это первое второе вы не забывайте что все ракеты противовоздушных систем или противоракетных систем они сверхзвуковые и поймать ее на траектории практически невозможно ее можно увидеть но поймать и то увидеть с трудом а поймать вообще вообще невозможно и при этом вы подставляете свое поэтому эта функция даже я не слышал даже чтобы такое предусматривалось чтобы ПВО сбивало ракету ПВО которая идет по самолету вот когда их применяют эти ракеты в качестве земля-земля класса вот когда С-300 обстреливает допустим наши города или наши войска то здесь да здесь вариант перехвата еще может быть почему потому что она примерно рассматривается как баллистическая цель и а с баллистикой тот же Патриот или тот же сам Ти Мамба вернулась в наш лексикон потому что она приехала это Мамба этот комплекс вот он предназначен для борьбы с баллистическими целями и шансы на то что он его перехватит вполне есть вот сегодня кстати ночью предполагают что были ракеты либо это С-400 либо ракеты могли быть комплекса Эскандер пока сейчас сейчас обломки когда пособирают в кучу наши научно-исследовательские институты которые занимаются изучением вот этих вот видов вооружения российской армии они нам дадут точную оценку что же это были за ракеты которые мы сбили тогда эти сведения будут уже окончательно достоверны вот так вот ну а вот такой функции как правило не предусмотрено не успевает слишком слишком мало времени технически это просто пока что невозможно может в будущем когда будут системы ПВО основаны на лазерном или на энергетическом вооружении тогда вполне возможно потому что реакция лазерного луча очень и очень ну вот сейчас Израиль откатает свою систему железный купол последняя модификация которая основана на лазерных пушках по сбитию воздушных целей вот тогда будем понимать насколько это эффективно и будет ли вообще в мире развиваться кстати они единственные а стали даже американцы свернули эту лазерную программу но Израиль упорно уже даже поставил на боевое дежурство испытывает эту систему вот они может быть эту функцию и смогут на себя взять ну что ж на этом мы с вами вторую часть нашего видео закончим ответы на вопросы и у нас остается третья часть это комментарии приветствия и пожелания которые вы которые вы прислали к предыдущим видео и первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий по телевизору невероятный визг из-за удара ракетами штормшедов по Луганску бесконечно показывает выбитые стекла орущих пенсионеров но не показывает самого главного места куда упала ракета потому что это здание где размещались военные то есть законная военная цель да это 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 правда доброго вечера за 25 роков проживания в Италии первый раз пышаюсь итальянским керемництвом слава Украине ну это после визита наверное нашего президента сперва не мог никак начать а теперь никак не может кончить но когда понял что кончить не получится решил заявить что еще ничего и не начинал Максим Галкин да это так Максим Галкин охарактеризовал поведение описал поведение Путина относительно решения по войне против Украины Франция не хочет повлиять на ситуацию на Кавказе а просто исторически так сложилось что связи с Арменией очень сильны у Франции большая армянская диаспора и так далее много политических и культурных деятелей с армянскими корнями во Франции и все такое Франция всегда много помогала Армении например после землетрясений вполне может быть да если вспомнить что Шарль Азнавур в конечном итоге у него были армянские корни поэтому может быть и такой вариант что влияние именно вот этой диаспоры добрый вечер я вам пишу по поводу ракет с Приднестровья с 1989 по 1991 я служил на станции Колбасна наша воинская часть 72 431 с индексом А была ракетная замаскирована под артиллерийские склады если меня не изменяет память то ракеты звалися Луна 2М жидкостные у меня таке питание сейчас их не могут использовать против нас напевно они там еще есть так же они могут нести ядерный заряд офицеры рассказали что хранилища головки в контейнерах стоят я служил у ротизвязку тому конкретно ничего не знаю бачу только пуски в Капустином Яру дякую слава Украине да когда-то в советское время все ракетные части хотя бы раз в год ездили в Капустин Яр для боевых пусков ракет но скажу вам так комплекс Луна 2М максимальная дальность 70 км точность отвратительная ракета неуправляемая и не корректируемая ни на каком участке траектории все ядерное вооружение которое могло храниться на складах Приднестровья было вывезено после развала Советского Союза но там его кстати не было я никогда не встречал информации о том что в Приднестровье или на территории Молдовы есть хранилище ядерного вооружения контейнеры которые там стояли на складах про которые рассказывали ваши сослуживцы это учебные заряды для тренировки экипажей или расчетов потому что монтаж головной части происходит непосредственно возле пусковой установки приводится контейнер в точке встречи передается и на недалеко в районе в районе стартовых позиций происходит монтаж головной части ракеты если она меняется допустим фугасная на этот самый на ядерную или там баллистический колпак стоит на ракете он может меняться на фугасную или на ядерную головную часть но там не было там были только скорее всего в контейнерах стояли именно дело в том что нельзя отличить кроме пометок в тексте на точнее в маркировке этого контейнера и головы что это учебное вы ничем не отличите все все знаки нанесенные все надписи абсолютно соответствуют настоящему ядерному заряду но там нет и луна это не то у меня сегодня уже по-моему даже вообще не летает привет с Финляндии у цьому випуску вы озвучили что постраждал золочи в Львовской области но я гадаю что мало на увазе золочи в Харьковской области бо как раз там упала ракета вночі яма огроменна дякувати Богу что без людских жертв знесло только деколька сараев у соседних будинках вікна повибивала рами погнула отак расисты вночі тероризуют мирных людей батько племінника мого розповідав что от осколков врятувало те что вночі покурить золочи в Харьковской области находится на півночі Харьковской области 17 км від кордону з Рашистской Федераціей дуже перепадает особливо артобстрели але самое главное что они попали в оккупацию тільки прикордонні села були в оккупации дякую прикордоннікам дякую збройным силам слава Україні да я говорился золочев имелся ввиду в Харьковской области у нас в стране кстати очень много повторений в названиях населенных пунктов это это есть такое добрый день живу во Франции и вчера вечером смотрел интервью Макрона с журналистом Первого канала и Макрон говорил о помощи Украине и о том что начинает стажировать украинских пилотов и Франция тоже не только Британия да это правда мы об этом сегодня сказали Украинская армия совершила невозможное остановила и громит врага у которого огромное численное превосходство Украинцы вами восхищает весь мир слава Богу слава Украине слава вооруженным силам Украины запомните контрнаступление это как сюрприз чем меньше мы о нем спрашиваем и говорим тем лучше получится забудьте уже о нем все будет как надо тут помогает не тот кто спрашивает а тот кто молчит да это кстати очень существенное замещание третий кандидат на президентских выборах в Турции он закончил НГИМО это Московский Государственный Институт Международных Отношений и является членом Путинского Валдайского клуба призывал отдать Крым России если любой из кандидатов предложит ему высокий пост в правительстве например министра иностранных дел в обмен на голоса его избирателей Турция получит путинского агента влияние в правительстве и для Украины это совсем не хорошо сдам оказывается оказывается не пришел на выбор и заплатить штраф поэтому почти 90% явки вот он ответ на вопрос Эрдоган да не за гречку он детям наличку в открытую раздавал но это хуже чем гречка потому что дети то были с родителями понимаете да он юридически не нарушал закон в руки родителям деньги не давал но это же практически не прямой подкуп избирателей так что тут ситуация очень даже скользкая и циничная я так даже скажу очень цинично поступил через детей давить на родителей непорядочно по поводу той ракеты в Бытгоше тоже живу в том городе уже девятый год упала от меня в 15 километрах в лесу разговариваю на польском так же неплохо как на украинском и расистском языках поэтому без проблем общаюсь с нашими друзьями видел как выезжали саперы болванка без заряда по радио целыми днями только и говорят население уверенно в ПВО никто не паникует версий много многие желают жалеют что информация просочилась в СМИ польская сторона хотела сделать вид что ракету не заметили но не получилось в этой области много чего есть считаю неуместным об этом говорить потому как и сам на работе что-то кручу есть в России родственники за нас рассказывают идет агитация в армию по контракту на президентские выборы такую не делают в аэропортах метро городской транспорт и так далее рекламируют как там круто только настоящий мужик туда пойдет флайеры раздают от ЧВК Вагнер смешно говорить что там что там написано видно сразу нехватка тушенки ну в смысле в смысле пушечного мяса пытается приготовиться к великой войне защита родины смотрю смотрю вас каждый вечер слава вооруженным силам Украины мы переможем вот такое вот из Польши разъяснение леопарды как Ауди А4 А6 А7 и так далее очень очень меткое сравнение первый тур можно было бы и не проводить вы вы не правы по законам Турции если кандидат наберет наберет 50% плюс один голос второй тур не проводится он автоматически побеждает на выборах то есть у Эрдогана все шансы проиграть полностью 14 числа не ну это вы немножко опоздали или мы опоздали с вашим комментарием да я думаю что Лукашенко отлично может сыграть любую роль в том числе и эту он очень хитрая бестия это я так понимаю о состоянии здоровья Лукашенко ну что ж на вот этой вот веселой ноте мы сегодня с вами закончим наше видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки как обычно я благодарю вас за ваше внимание за ваше время что вы досмотрели до этого момента еще раз напоминаю подпишитесь на мой канал включите уведомления комментируйте видео и задавайте вопросы только на моем канале на других ресурсах я не читаю комменты и не отвечаю на те заданные вопросы все кто посмотрел это видео большая просьба поставить ему лайк чтобы его могли увидеть как можно больше людей отдельная благодарность спонсорам и тем кто помогает моему каналу благодаря вашей помощи я выпускаю эти у меня есть возможность сделать эти видео обзоры ну а мы с вами продолжим верить збройным силам украины перемога наша слава украине субтитры